Доброго времени суток, дорогие друзья, ну а перед просмотром спешу сообщить, что мы выпустили новый продукт под названием «Жить как Тейт». В нем собран весь Эндрю Тейт на русском, начиная от самых полезных курсов, заканчивая его старыми видео, где вы сможете увидеть его путь к успеху. На своих экранах вы видите то, что все очень удобно организовано для каждого зрителя. Больше подробностей вы сможете найти в нашем телеграм-канале, ссылка будет на экране, в описании и в комментариях. До окончания 2023 года он будет продаваться по специальной цене 990 рублей, поэтому переходите, не упускайте свой шанс. И набирайтесь знаний, плюс мотивируйтесь на следующий год. Он должен стать вашим и вы должны победить. А теперь приятного просмотра. Вы все уже знаете, как курсы Эндрю Тейта меняют жизни людей. И то, что это называется курсы, не значит, что он и фоцыган. И каждый, кто посмотрел хотя бы один его курс, знает, что это действительно меняет жизнь. И прямо сейчас в доступе в нашем телеграм-канале есть самый новый курс Эндрю Тейта «Университет Эндрю», где рассказывается о фитнесе, есть все книги Эндрю Тейта, есть все лучшие курсы, где рассказываются о способах заработка по шагам, а бизнес-философии Тейта – самое лучшее. Все это на русском языке в нашем телеграм-канале, ссылка будет на экране и в описании. Так что переходим туда, гарантирую, что жалеть не придется. Меня постоянно спрашивают, самое популярное сообщение, которое я получаю. Это... Эндрю, сделай видео про порно! Ну, что мне тускать? Я знаю, что во всей этой мужественной типа сфере порнуха – это очень плохая вещь. Не смотрите порно! Ты просто смотришь на то, как другой тип трахует девушку, которую ты хочешь и дрочишь. И я реально не знаю, что сказать про порнуху. Вредно ли порно? Я нахожу порно бессмысленно и не смотрю порнуху, и не смотрел очень долго, потому что я очень занят, когда мне сосут. У меня просто нет времени. Зачем мне в общем мастурбировать, если у меня бесконечное количество женщин? Это не имеет смысла. Я не дрочил уже пару лет. У меня реально такое количество женщин, что мне не до этого. У меня нет времени. Реально не помню, когда в последний раз самоудовлетворялся. И поэтому порнуха – это не мое. Но это уже зависит от тебя лично. Прямо сейчас смотрят очень много людей, которые со мной не согласны. И причина, по которой я делаю это видео, потому что мне пишут слишком часто «О, сделай видео про порно, сделай...» Блядь, о чем мне поговорить? Если в общем рассматривать этот вопрос, если ты иногда смотришь порнуху, и это разрушит твою жизнь, наверное, нет. А если ты дрочишь целыми днями, не отвлекаешься на что-то другое, возможно, да. Но это то же самое со всем. Если ты пьешь водку иногда, твоя жизнь классная. Если ты пьешь водку каждый день, то ты в дерьме. Это просто от крайности к крайности. Порно – это не мое. Но, в общем, и вот что я об этом думаю. Просто не дрочи. Я извинюсь, если это видео впервые вышло скучным, потому что я получаю по три сообщения каждый день. Они просто хотят от меня услышать, чтобы я им сказал «Не дрочи». Что-то в общем не так с этой мужественной аудиторией. «Не смотри порно! Не смотри порно! Не делай это! Холодный душ каждый день!» «Не кончай слишком часто!» Я кончаю по пять в раз в день. Я трахаюсь по пять в раз в день. Я успевал очень много чего сделать. И поэтому я вообще в это не верю. «О, не надо слишком часто кончать, ты чё, маленькая пучка?» «О, я кончил, я устал!» Мне абсолютно всё равно. В постель. Потому что я гангстер. Если ты гангстер, ты понимаешь, о чём я. Если ты гангстер, ты делаешь всё, что хочешь. Поэтому я вообще в эту хуйню не верю. Тебя эта тема с холодными душами. Я вообще не принимаю холодные души. Он холодный, блядь. Мне нравится более тёплый. Что не так с вами? Вставай рано по утрам. Я не встаю рано. Я встаю где-то в 11 часов. Ты должен встать рано. Принять холодный душ. Не смотреть порно. И потом рассказываешь это всем своим мужественным друзьям в интернете. Об этом списке дел, которые ты делаешь каждый день. Читай каждый день. Если ты будешь делать это, ты будешь успешен. И что самое смешное, я ничего из этого списка не делаю. Я не принимаю холодный душ. Я не встаю рано по утрам. Я лебусь постоянно. Я не читаю книги. Но вот всё, что эти мужики говорят, якобы надо делать. Прямо перед боем я встретился со своей девушкой. Потому что я хотел. Я расслабился. И вот мой мнение насчёт порнухи. Не будь додиком, который дрочит целый день. Но ты всё же это делаешь. То же самое с видеоиграми. Играю ли я в видеоигры? Иногда. Иногда на своём телефоне. Я установил какую-то игру, поиграл. Я знаю, что не надо, но это учащает мой мозг. Я немного повозился. Если бы всё, что я делал в своей жизни, это играть в игры, я был бы геймером. Я был бы лузером. И вот мой ответ насчёт порнухи. Хватит мне писать об этом. Нереально вообще поебать на это. Вы, ребята, реально переживаете насчёт порнухи даже больше, чем я. Съебались, блядь. Извиняемся за первые две минуты этого видео. Звук после станет намного лучше. Смотрим и кайфуем. Вам нужно научиться быть благодарным. По самому видео про счастье я получил очень много сообщений. Тейп, ты секси, ты богат, ты мужчина, ну конечно. И ещё куча додиков, которые... Ты не понимаешь, как это жить в депрессии. Моя жизнь говно. И если я сейчас напишу ему это сообщение, то моя жизнь станет лучше. Бро. Мне похуй, насколько ты в депрессии. Всему миру поебать, насколько ты в депрессии. Всем похую. Я не понимаю, почему несчастные люди так сильно пытаются убедить счастливых, как я, что их мышление и их депрессия, это нормально. Это нормально быть депрессией, потому что я ебаный неудачник. Это нормально, потому что я неудачник. Окей, бро, чил, ты неудачник. Я согласен с этим. Ты неудачник. Ты пытаешься меня убедить в том, что ты неудачник. Это не сделает тебя меньшим неудачником. Единственное, что сделает тебя меньшим лузером, это согласиться со мной. Окей, это таит прав. У него есть очень много чего, чего нет у меня. Может, я начну думать, как он? Если депрессия так сильно ухудшает твою жизнь, почему ты защищаешь это? Почему ты пытаешься убедить всех, что она реальна? Почему ты пытаешься убедить меня, что это нормально, что ты в дерьме? Почему ты пытаешься убедить счастливого человека, что твой образ мышления хорош? Я не хочу думать как ты, ты ебаный додик. Я счастлив, почему ты хочешь, чтобы я думал как ты, ебаный идиот? В любом случае, основная причина, по которой эти идиоты пишут мне эти сообщения, это все потому, что они эгоистические долбоебы, которым не хватает благодарности. Дай мне сказать кое-что. Очень легко быть счастливым. Я... Злой чувак. Но я не имею в виду, я ни разу не был в мусарне. Я, конечно, вырубал всяких долбоебов, но они заслуживали этого. Я, наверное, жестокий мужчина, но контролируемый жестокий, в пределах ринга. Но я имею многое... Ну, я одержимый. Нашел слово. Но в то же время я счастливый. Люди постоянно мне говорят, ты постоянно жалуешься, да, но я счастлив, мне просто нравится жаловаться. Но ты постоянно жалуешься, люди говорят, да. Ну и кому не похуй, я жалуюсь сидя в своем ламборгини, когда мне минет делают, я счастлив. Я счастливый чувак, и причина, по которой я счастлив, потому что я понимаю жизнь. Вам, мазафакерам, которые не счастливы, нужно научиться быть благодарным. Если ты сейчас сидишь и хочешь написать коммент... Я в депрессии, но до этого не понимаешь, потому что ты пиздец какой тупой, ты идиот. Я идиот. Потому что я счастлив, а ты нет. Окей, брат. Эээ, я не счастлив. Сидит, гоняет лысого, параллельно пишет, ой, я в депрессии. У меня нету девушки, блядь, неудачники. Тебе нужно быть благодарным, и позволь мне кое-что объяснить. Не важно, счастлив ты сейчас или нет, дай мне кое-что тебе объяснить. Прямо сейчас на этой планете кто-то из твоих ровесников, возможно, даже выглядит как ты, который только что получил очень плохие новости. Или у них диагностировали рак, и у них осталось жить две недели. Или только что к нему пришла полиция и сказала, да, вся твоя семья умерла. Переехал какой-то КАМАЗ. Переехал какой-то КАМАЗ по всей дороге. Моя семья? Да, всех из них. Я гарантирую, бомб где-нибудь в Сирии, или химическая атака в Армении. Кому-то из твоих ровесников только что передали очень хуёвые новости. Если бы ты сейчас сидел и объяснял свои проблемы им, они бы поменялись с тобой жизнями за секунду. И вот проблема со всеми вами несчастными людьми, потому что вы не понимаете, что прямо сейчас на этой планете есть такие же люди, как и вы, которые отдали бы всё, чтобы иметь то, что вы имеете сейчас, и не благодарны за это. Я даже не говорю о своей жизни с кучей тачек и кучей женщин, я просто говорю о обычной безопасной жизни. Когда ты можешь смотреть мои видосы целый день, и никто не бомбардирует твой дом. Есть люди, которые сделают всё, что угодно, чтобы жить твоей жизнью. И опять же, если сейчас будешь сидеть и пытаться объяснить им свои проблемы, да, я в депрессии, мне плохо, у меня нету девушки, ещё сложно зарабатывать деньги, моя жизнь сложная, и будешь продолжать назвать эти тупые причины, по которым тебе не нравится твоя жизнь, они всё это выслушают и скажут, нет проблем, да, давай поменяемся жизнями, и попишутся на это. Потому что они понимают, что такое настоящие проблемы. У них есть настоящая беда, а у тебя нет никакого горя. Если ты способен прямо сейчас смотреть это видео, у тебя всё хорошо в твоей жизни, есть люди, которые сделали бы всё, чтобы быть на твоём месте. И понимаешь, что у некоторых людей есть настоящие проблемы, очень легко быть благодарным, и как следствие быть счастливым. И, кстати, я реально пересилил себя, чтобы напечатать всё это в тексте одному челу, который мне написал и сказал, что он несчастлив. Мне было очень скучно в тот день, я сижу в пробках, мне приходит сообщение, и такой, говорю ему, я тебя понимаю, но у некоторых сейчас ещё большие проблемы, и да, да, да. И знаешь, что он мне ответил? Ты высокомерный пидор. Вот что он мне сказал. Ты высокомерный. Потому что я не ответил ему, что жалею его из-за его ебаных проблем. Он хотел, чтобы я такой, оу, да, ты в депрессии, поэтому весь мир должен тебе. Да, я сейчас зацеплю какую-нибудь красивую девушку и принесу её к тебе, потому что сам не можешь её добиться. О, ты ещё бедный. Дай мне свои реквизиты Тинькова, пожалуйста, сейчас закину. Ты заслуживаешь это. Ушлёпок. Ты ничего не достоин. Ты называешь меня высокомерным пидором. Сам ты высокомерный. И на этой планете есть люди, которым гораздо хуже, даже несмотря на то, что ты ебаный червяк. Живёшь в квартире своих родителей. Прямо сейчас твоя левая рука в твоей же конче. Но всё равно на этой планете есть люди, которые поменялись бы с тобой жизнями. Ты не на верхушке пищевой цепи, но и не так же не внизу. Твоя жизнь настолько плоха, как кого-нибудь другого. И тебе нужно научиться быть более благодарным. Ну что ж, спасибо за просмотр. Ещё раз напомню, чтобы вы переходили на наш телеграм-канал и приобретали наш новый продукт Жить Коктейль всего за 990 рублей. Это специальная цена только до нового года. Ссылка в комментариях и в описании, вы точно не будете жалеть. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.